Два года. Это не что, мне кажется, по сравнению с жизнью человека. Это второе судебное заседание по делу боксера Панкратова. Его подозревают в том, что три месяца назад он убил человека из-за сушеной рыбы. А сегодня следствие в суде просит для него наказание. Два года лишения свободы. Два года – это мало по идее. Человек, он же мог уйти, а не продолжать дальше действие. Я не знаю, может, сильно выпивший был или разгоряченный, я не знаю. Все произошедшее той ночью зафиксировала камера в магазине. Видео облетело интернет и взбудоражило Самару. Вот подсудимый в компании двух человек покупает выпивку и сигареты. За барной стойкой стоит Филиппов. Он пришел к своей невесте, которая работает тут продавщицей. Девушка за прилавком отворачивается и в этот момент Панкратов крадет с прилавка сушеную рыбу. Филиппов все видит и делает ему замечание. Панкратов выходит из магазина, но возвращается и накидывается на мужчину с невероятной жестокостью. Первый удар, второй – всего девять. Без разбора он будет пинать его по телу и по голове, на глазах у других. И никто не кинется на помощь, даже друг потерпевшего. Молодой человек уйдет и оставит другого, умирать на холодном полу в мини-маге. Я не знал, что такие мужики дохленькие. Когда нападавшего поймали, выяснилось, что это 23-летний бывший боксер с богатым уголовным прошлым. Он уже имеет две судимости за разбой и участие в незаконном бороте оружия. Да и сейчас находится под условным сроком в пять лет. Со статьей убийства ему светило бы все 15 лет строгача. Но следствие переквалифицировало статью. Следствие производилось сотрудниками прокуратуры, которые пришли к выводу о том, что причине смерти было бы неостороженностью. Все эти моменты будут выясняться в ходе судебного следствия, в том числе путем допроса экспертов. Экспертиза установила, погибший умер не от удара бывшего боксера кулаком в голову и не от пинков ногами потом по голове. Эксперты уверены, смерть наступила из-за удара об пол. И Панкратову вменяют статью «Убийство по неосторожности». А это два года максимум. Ну, брат, он спокойный. Никогда. Ну, старался всем помогать, вот сколько я его знаю. Нам. Ну, и все. Если бы я был в тот момент это, в том месте, я бы тоже заступился. Может быть, другая ситуация была бы, я там была бы. Такое мягкое следствие удивляет не только друзей погибшего. Впрочем, все еще может исправить суд, переквалифицировать статью или отправить дело на доследствие. Семья Филиппова будет требовать увеличения срока и компенсацию материального ущерба. Панкратов вину признал, но перед родственниками погибшего за все это время так и не извинился. Заседание по требованию обвиняемого прошло за закрытыми дверьми. Репортер продолжит следить за развитием ситуации.